Вы смотрите итоговый выпуск программы «Дефакто. События и происшествия Гомельской области» в материалах наших корреспондентов. Задержан насильник менее суток понадобилось оперативникам Гомеля, чтобы задержать подозреваемого в тяжком преступлении. Новые подробности появились в деле по факту аварии на Советской. Подрезало на дороге. Обиженный водитель распылил перцовый газ в лицо гомельчанки. Насколько хозяева дорожат своими двухколесными друзьями и что нужно предпринимать, чтобы педали вашего велосипеда не крутил кто-то другой. Рынок недвижимости стал благоприятной почвой для любителей легкой наживы. На какие ухищрения идут аферисты. Репортаж Натальи Игнатенко. Отголоски лихих 90-х о том, насколько сейчас спокойнее на улицах города, говорим с экспертом. А также горящий трамвай, бензопила в кафе, плавающий мост и Бэтмен, спешащий на помощь. Интересные факты в рубрике «Я очевидец». Начинаем с обзора криминальных событий и происшествий за неделю. В Гомеле оперативно задержали подозреваемого в изнасиловании. На раскрытие оперативникам понадобилось менее суток. Как стало известно, преступление произошло в районе улицы Космонавтов. Учащаяся одного из колледжей в этот вечер возвращалась домой. Уже около подъезда она почувствовала сильный удар по голове, от которого потеряла сознание. Злоумышленник оттащил беспомощную девушку к ближайшему озеру. Несмотря на скудность данных, оперативники уголовного розыска сразу же начали отрабатывать район в поисках похожего по приметам мужчины, а также возможных свидетелей. Благодаря их усилиям в тот же день был задержан 33-летний житель Будокошлевского района. Ранее он уже был судим за изнасилование и кражи. В совершенном преступлении задержан и сознался. В деле по факту аварии на Советской появились новые подробности. Напомним, в начале этой недели на пересечении центральной улицы города и Жарковского водитель на Киа Кларус сбил пешехода. Предварительно установлено, что женщина переходила дорогу по зебре. Свидетели происшествия рассказывают о том, что светофор в этот момент не работал. В результате аварии пешеход получила серьезные травмы и была доставлена в реанимацию. Как выяснилось, за рулем Киа находился 22-летний мужчина, который почти два десятка раз привлекался за нарушение правил дорожного движения. Пьяный за рулем – потенциальный преступник. В Гомеле нетрезвый водитель сбил на пешеходном переходе девушку. ДТП произошло на этой неделе поздно вечером на улице Ильича возле дома номер 34. С места аварии мужчина, управляющий автомобилем, уехал и был остановлен только в районе жирокомбината. Прохожие сразу вызвали милицию и скорую помощь. У девушки перелом кисти со смещением. При падении она также сильно ударилась головой. Еще одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло днем ранее на Реческом проспекте. В результате аварии женщина-пассажир легкового автомобиля оказалась зажата внутри. Понадобилась помощь спасателей и медиков. Родители в милицию. Сразу шесть гомельских подростков попались на хищениях. Действовала группа под руководством 19-летнего местного жителя. Согласно материалам уголовного дела, молодые люди за пару недель успели распотрошить сразу несколько торговых павильонов. Объекты располагались на Прутковском и Сельмашевском рынках. 75 лет гомельская земля живет мирной жизнью, но опасные находки тех страшных времен не дают спокойно жить до сих пор. Так в Гомеле при проведении земляных работ на территории частного домовладения по улице Буденного был обнаружен предмет, похожий на снаряд, времен Великой Отечественной войны. До приезда саперов жильцам пришлось покинуть свой дом. Сдали нервы на дороге. 53-летний водитель не нашел слов, чтобы объяснить обидчику, что тот неправ. В милицию обратилась 29-летняя гомельчанка. Она сообщила о том, что неизвестный мужчина распылил ей в лицо содержимое газового баллончика. Поводом для неадекватного поступка мужчины послужило некорректное перестроение ее из одной полосы в другую. Оперативники быстро вычислили хулигана по записям с камер наблюдения, и вскоре он давал показания следователю. Возбуждено уголовное дело. В результате сильного ветра на территории Гомельской области в конце прошлой недели в восьми районах пострадало 23 населенных пункта. Частично порывами ветра повреждены кровли пяти жилых домов, одной хозяйственной постройки, двух школ, одного сельского дома культуры и 32 сельскохозяйственных зданий. Упавшими деревьями также повреждено три автомобиля. Из-за обрыва линии электропередач было обесточено 105 населенных пунктов. Отметим, что тем же вечером электроснабжение всех объектов было восстановлено. Два человека погибло на пожарах в прошлые выходные. Так в городском поселке Парич из Светлогорского района открытым пламенем горела кровля деревянного жилого дома. В результате погиб хозяин жилища, пенсионер, 1949 года рождения. Еще одна трагедия произошла в деревне Хальч. Там в горящем доме звеном газодымозащитной службы был обнаружен обгоревший труп мужчины, 1973 года рождения. Одна из рассматриваемых версий причин возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Едва успел сойти снег, как на улицах города, словно подснежники, появились велосипедисты. С каждым годом этот вид транспорта становится все более популярным у наших граждан. Однако нравится он не только людям, ведущим здоровый образ жизни, но и тем, кто не против поправить свое материальное положение за счет других. О том, насколько хозяева дорожат своими двухколесными друзьями и что нужно предпринимать, чтобы педали вашего велосипеда не крутил кто-то другой. Наш следующий сюжет. Практически каждая лестничная площадка в этом подъезде является местом хранения велосипедов. Стоят они словно на витрине магазина. Разве что без ценников. Нечистому на руку человеку, даже случайно заглянувшему сюда, тяжело будет удержаться от соблазна легкой наживы. Деньги лежат, а точнее стоят под ногами. Этим и пользуются злоумышленники. Велосипеды воруют, чтобы перепродать или для собственного пользования. Многие жители города пользуются велосипедами, однако мест для их хранения у них нет. Поэтому они оставляют свое имущество на лестничных площадках в подъездах, что запрещено законодательством Республики Беларусь. Владельцами велосипедов мы проводим разъяснительные работы, профилактируем их о том, что нельзя оставлять свое имущество в местах общего пользования, так как участились случаи краж личного имущества, в том числе велосипедов. Жильцы домов ссылаются на то, что негде хранить велосипеды, поэтому оставляют на лестничных площадках. С начала этого года в области зарегистрировано уже 45 краж велотранспорта. Милиция разыскивает преступников, но кражи происходят буквально каждый день. Причем воруют везде. Только за последнюю неделю зарегистрировано 13 подобных краж. В жлобине ночью кто-то похитил велосипед «Стелс» местной жительницы. Хозяйка оставила его ночевать на лестничной площадке четвертого этажа. В эту же ночь в соседнем подъезде с технического этажа был похищен велосипед «Шимана». Такие же случаи произошли в Калинковичах и Гомельском районах. И чаще всего в заявлениях хозяев оставили на минуту. Не спрятали, не закрыли, плохо пристегнули. Позже оперативники выяснили, что по подъездам жлобинских многоэтажек прошлись неработающие ранее судимые жители близлежащей деревни 90-го года рождения и его 18-летний напарник, учащийся одного из колледжей жлобинского района. «Большинство из присутствующих на рынке запирающих устройств – это защита от честных людей. Многие из них не обеспечивают элементарного уровня безопасности и при наличии необходимого инструмента, таких как болторезы либо кусачки, вскрываются за считанные минуты. Несмотря на то, что запирающее устройство с виду кажется надежным, под полимерной изоляцией находится тонкий трос. Поэтому, оставляя велосипед на улице, лучше всего закрывать его, используя запирающее устройство с остальными скобами, которые тяжело взломать». В значительной степени кражам велосипедов способствует беспечность владельцев, которые не заботятся о сохранности своих транспортных средств, оставляют их без присмотра. Этой небрежностью и халатностью пользуются злоумышленники. Поэтому не стоит оставлять велосипеды во дворах, в подъездах и на лестничных площадках, около магазинов и в других общественных местах. Ведь помимо риска лишиться велосипеда, за загромождение в подъезде не предусмотренных для этого площадок предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин. «Квартиры просто места нету, где их в квартире хранить. У нас комната для велосипедов есть внизу, но там детские коляски, велосипеды, там на всех места не хватает, поэтому половину жильцов хранят на лестницах. Ну, может, в последствии согласуем с председателем. Решетку хотим поставить сюда на велосипеды с соседями здесь, именно для велосипеда». Владельцы могут поставить свой велосипед на учет в отдел внутренних дел. Для этого необходимо обратиться в дежурную часть местного РОВД или к своему участковому инспектору милиции. Данная мера поможет отыскать и возвратить велосипед в случае его кражи. В настоящее время в банк данных внесены данные более чем 210 тысяч велосипедов. «Если же случилась у вас беда и ваш велосипед пропал, вам необходимо незамедлительно сообщить о данном факте в милицию, описать его основные приметы, которые есть, номер рамы, если помните, и время, с какого по какое был похищен этот велосипед. Чем быстрее вы обратитесь в милицию, тем больше шансов найти вашего двухколесного друга». Рынок недвижимости, как известно, оперирует крупными суммами денег. И здесь благодатная почва для любителей легкой наживы. Не так давно в силу вступил обвинительный приговор в отношении преступной группы под предводительством ранее судимого гомельчанина. С помощью различных криминальных схем черные риэлторы лишали жилья людей, не гнушаясь при этом в самых изощренных методах воздействия на жертву. Правовая оценка их действиям уже дана. Преступники мотают срок за решеткой. А тем временем сотрудники ГУБОП МВД Республики Беларусь по Гомельской области расследуют похожее дело в отношении лиц цыганской национальности. На какие ухищрения идут аферисты в погоне за легкой добычей? Материал нашего корреспондента Натальи Игнатенко. «Мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь пострадавшие самолично передают аферистам права на собственность. А чтобы доказать факт хищения, необходимо на руках иметь сведения, уличающие мошенников». Преступники не стесняются в выборе средств против владельцев недвижимости. Схем обмана все больше. Чаще в ловко расставленные сети попадают пожилые, одиноко проживающие люди. Также в поле зрения злоумышленников – граждане, имеющие проблемы с алкоголем и неприватизированное жилье. Сценарий может переписываться в зависимости от обстоятельств. Но цель одна – обманным путем завладеть чужой недвижимостью и далее распоряжаться ей на свое усмотрение. «Преступники готовятся к совершению своих преступлений и действуют достаточно профессионально. То есть это и система уговоров, система обещаний. В какой-то момент она переходит к системе принуждения и угроз. И потерпевший, как правило, попадает в ту ситуацию, когда он уже не может отказаться от тех условий, которые условно-законно были оговорены с ним ранее. И поэтому происходит то, что происходит». Ранее отбывающий наказание гомельчанин 1973 года рождения сплотил таких же, как сам в прошлом судимых граждан. Пользуясь фиктивными доверенностями, они отбирали недвижимое имущество доверчивых гомельчан. Промышляли квартирными мошенничествами несколько лет. Оперативники доказали более 20 эпизодов преступной деятельности. Возбуждено порядка 15 уголовных дел. Приговором суда Центрального района Гомеля аферисты получили длительные сроки наказания – 10, 7 и 5 лет. «Члены организованной группы четко распределили между собой роли. Юрий Лейдер организовывал получение фиктивных поддельных доверенностей. Как правило, они были из Российской Федерации. Они подыскивали людей, ведущих аморальный образ жизни, а социальных личностей, у которых была недвижимость, имелась большая задолженность по коммунальным услугам. Договаривались с ними о реализации их квартир, обещая им выплатить какую-то компенсацию. В дальнейшем квартиры продавались, деньгами завладевали. Было несколько случаев, где людей длительное время подпаивали, держали в состоянии алкогольного опьянения. Когда люди доходили до определенной кондиции, их выводили из состояния алкогольного опьянения, даже путем введения внутривенных медицинских препаратов, в дальнейшем везли к нотариусам и совершали купли-сделки продажи недвижимости. Организованная группа состояла из четырех людей, одной женщины, троих мужчин. Один находится, повторюсь, в розыске. Несмотря на то, что государство тщательно контролирует сделки купли-продажи квартир, жулики все же находят лазейки для обмана. В настоящее время в ГУБОП МВД Республики Беларусь расследуется еще одно похожее дело. Нами выявлена преступная группа, состоящая из лиц национальности Рома, которые на протяжении длительного времени занимались также квартирными мошенничествами. Также подыскивались одинокие граждане, имеющие коммунальные задолженности по платежам и ведущие социальный образ жизни антиобщественный. Данные граждане выселялись в отдаленные населенные пункты Гомельской области, в непригодные для проживания дома. Квартиры перепродавались, деньгами завладевали члены-участники преступной группы. Ведется следствие, в ходе которого будут установлены преступные эпизоды, а также все участники данной преступной группы. Мошенничество в сфере риелторских услуг – преступление сложно сочиненное, и его редко проворачивают в одиночку. По материалам этого уголовного дела проходит более 10 человек. Однако следователи не исключают, что группа могла быть более многочисленной. Если на этих фотографиях вы узнали тех, от кого пострадали вы, ваши родственники или знакомые, звоните по номеру телефона 102. Возмездие должно настигнуть преступника. Наталья Игнатенко, Андрей Иванов, телерадио компания «Гомель» специально для программы «Де-факто». Времена, когда оргпреступность – это банды, которые воруют и вымогают, прошли. Сейчас преступники действуют все более профессионально и скрытно. Эти люди лезут в экономику, организуют свой бизнес и легализуют преступные доходы. И бороться с этим становится с каждым годом все сложнее. О наведении порядка и законности в нашей стране поговорим с начальником 8-го управления по Гомельской области, ГУБОП ИК МВД Республики Беларусь, полковником милиции Андреем Зайцем. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. В названии вашего управления присутствуют слова «борьба с организованной преступностью и коррупцией». Означает ли это, что лишь вот этими двумя направлениями ограничено поле вашей деятельности? Несмотря на то, что управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией является достаточно мобильным подразделением, на нас еще также возложены функции по борьбе с радикальным экстремизмом, терроризмом, наемничеством и миграцией. В настоящее время на Республику Беларусь оказывают влияние все глобальные процессы, которые происходят в мире. Это и война в Украине, и миграционный кризис на Ближнем Востоке. Одним из направлений деятельности нашего подразделения является недопущение лиц из стран с высокой террористической угрозой и недопущение проявления радикализма среди молодежных группировок. А сейчас насколько актуальна проблема черных копателей? Ведь уже сошел снег, пришла весна. Актуальна ли эта проблема в нашей области, в регионе? Черные копатели очень актуальны в нашем регионе в настоящее время. Сейчас очень доступно, можно купить любой прибор для поиска металла в земле. И коллекционеры используют в поисках различные военные атрибутики. Попутно находят и, конечно же, патроны, гильзы, различное оружие. В области в настоящее время есть люди, которые собирают оружие, реставрируют его. Потом это оружие может реализоваться как коллекционерам, так и различным криминальным элементам. Сейчас в СМИ все чаще появляется информация о задержании очередного взяточника. И это непростые люди. Чаще всего это те, кто занимают какие-то высокие государственные посты. Можно ли сказать о том, что борьба с коррупцией – это самое сложное направление в вашей деятельности? Управление по борьбе с организованной преступностью – достаточно мобильное подразделение. И каждая задача, которая ставится перед управлением, она достаточно важна. Но в связи с тем, что коррупция – это в настоящее время у всех на слуху, то и мы, соответственно, больше упорно делаем на вот это направление. Задачами УБОП является выявление коррупции среди должностных лиц районных и областных исполнительных комитетов, контролирующих органов, правоохранительных органов, а также важнейших предприятий, находящихся на территории нашей области. В течение последних шести лет управление с этой задачей справляется. Последнее из таких резонансных, наверное, задержаний – это было в прошлом году. Это задержание председателя Гомельского районного исполнительного комитета «Ситница». В настоящее время дело рассматривается в суде. Ну и работа по данным направлениям, она продолжается. Готовясь к сегодняшней программе, я узнал, что около полугода назад правоохранители задержали за вымогательство бывшего участника банды Морозова. В свое время он был приговорен к 11 годам. Но когда вышел на свободу, взялся за старое. Однако такие отголоски лихих 90-х сейчас скорее исключение. О том, насколько спокойно стало на улицах города, мы решили спросить у гомельчан. Было, да, было. Бандитов было много, наверное. Безопаснее стало, возможно. Не знаю, честно говоря. Я не участвовал ни тогда в ОПГ, ни сейчас. Поэтому ничего не могу сказать. Как работает милиция, тоже не знаю. Не всегда она появляется там, где нужно. По крайней мере, на окраинах города не сильно-то ее видно. Будем откровенны. Стало вообще просто прекрасно, великолепно, потому что я именно ребенок 90-х. И очень сильно переживала все время за ребенка. Сейчас просто рай у нас в гомеле. И вообще классные, чистые, красивые, позитивные люди, прекрасные. Естественно, стало безопаснее. Как бы сегодняшний день наше правительство предлагает многие усилия для того, чтобы обезопасить нас и нашу страну. В плане, попресекая всякие организационные формирования, которые не решены в нашей стране. Очень часто приезжаю достаточно поздно домой, потому что очень занята и много дел. Приходится в позднее время приезжать. И нет, я не боюсь все, потому что очень уже спокойно все. И много людей даже в это время находится сейчас на улицах. Сейчас ничего не страшно. Я когда работала на рынке, это же вообще блистрашные времена. А сейчас спасибо, все хорошо. Тогда было страшно, конечно. Сейчас, по-моему, нет, по-моему, все спокойно. Ну да, конечно, происшествия бывают. Куда же, как говорится, к сожалению, без этого. Но по сравнению с предыдущими годами, да, значительно лучше. Андрей Владимирович, согласны ли вы с такой оценкой горожан? Действительно, количество преступлений из года в год снижается. И сейчас уже нету таких сообщений о каких-то криминальных разборках. о рэкете или заказных убийствах. Но, тем не менее, руку на пульсе надо держать всегда. И это была задача, поставленная министром внутренних дел. Главное, не допустить возврата в те 90-е, о которых говорили ваши собеседники. И мы в настоящее время начинают освобождаться уже лидеры преступных формирований. И морозовские, и пожарники, и реческие преступных организаций. И наша задача – это не допустить их слияния с бизнесом, где-то слияния с органами власти. Мы проводим различные оперативно-профилактические мероприятия в отношении данных лиц. Не раз ваши коллеги из различных трибун говорили о возрастающей угрозе из-за геополитических изменений в Европе и мире. Как себя проявляет международный криминалитет на территории Беларуси? В настоящее время главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией поставлено на учет более 500 преступных авторитетов, воров в законе или иных лиц пребывания на территории нашей страны, которым нежелательно. Наша страна ранее часто использовалась как транзит для выезда в страны Западной Европы. Также и криминалитет из Европы проезжал через нашу страну и в Российскую Федерацию, и в Украину. В настоящее время нами проводится комплекс мероприятий по недопущению проникновения криминалитета в нашу страну. Если данная категория лиц прибывает к нам, мы их задерживаем, проводим свои оперативно-профилактические мероприятия и выдворяем за пределы республики. Накануне 28 марта была знаковая дата для вашего управления. Ему исполнилось 28 лет. Андрей Владимирович, что бы вы пожелали своим коллегам и подчиненным? Я хотел пожелать сотрудникам и ветеранам Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией благополучия, крепкого здоровья, успехов на жизненном пути и прекрасного праздничного настроения. Андрей Владимирович, благодарю вас за конструктивный разговор. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец» подборка происшествий и интересного видео, снятого очевидцами по всему миру. В Краснодаре пожар в торговом центре попал на видео. Как сообщают свидетели события, пожарные приехали незамедлительно. В социальных сетях говорится также о том, что в тушении пожара были задействованы 80 человек личного состава и 20 единиц спецтехники. Участников обсуждения удивило такое количество пожарных, тушащих всего 10 квадратных метров. Другие же интернет-пользователи указали на то, что при пожарах в объектах с большим количеством людей пожарные выезжают по высшему разряду. Житель Казани через балкон спасся из объятой пламенем квартиры. Мощный взрыв прогремел на восьмом этаже дома. Пламя быстро охватило всю квартиру, отрезав жильцу пути к отступлению. На кадрах и видно, как полуголый мужчина ползком выбирается на разрушенный балкон, сбрасывает вниз обломки, а потом ловко спускается в квартиру этажом ниже. У подъезда его встречали врачи, которые доставили пострадавшего в больницу. По неподтвержденным данным, причиной ЧП стал взрыв газа. Повреждения получили четыре квартиры на двух этажах. В одной из них оказалась повреждена межкомнатная стена и выбиты все окна. В Ульяновске на ходу загорелся трамвай с пассажирами. Находившиеся в салоне люди самостоятельно выбрались наружу, никто не пострадал. Очевидцы сняли на видео полыхающий общественный транспорт. К слову, попытки самостоятельно сбить пламя успехом не увенчались. А к тому моменту, когда на место прибыли сотрудники МЧС, огнем была объята вся машина. Крупного медведя заметили у себя в городе жители Салавата. Очевидцы сняли на видео, как косолапы что-то ищут в снегу. Похоже, Мишка за зиму проголодался и хочет есть, решили пользователи сети. Таптыгин свободно разгуливал сквери по бульвару Салавата-Юлаева за Дворцом культуры. От медвежьих лап никто не пострадал. А вот куда направился зверь дальше, не сообщается. Три человека, в том числе двое пожарных, пострадали в результате серии мощных взрывов на стоянке автозаправки в Кропивницком. Ранее именовался Кировоградом. Очевидцы сняли на видео шесть огненных хлопков, озаривших небо над этим украинским городом. Чтобы вы понимали, этот огонь размером с восьмиэтажный дом, поведал один из свидетелей, произошедшего на Киевской улице. По данным ГОСЧС Украины, пожар охватил пять автоцистерн с газом, десять легковых автомобилей и перекинулся на кровлю двухэтажного здания, расположенного рядом. Для жителей Приморской находки, отдыхавших в одном из местных кафе, ужин едва не закончился трагедией. В зал, где сидели гости, ворвался мужчина с бензопилой. Эту сцену очевидцы сняли на видео и выложили в интернет. На кадрах видно, как в помещение входит посетитель с включенной бензопилой и начинают ей размахивать. Судя по записи, вооруженного пилой гостя удалось скрутить. Роликом, запечатлевшим эту сцену, заинтересовались полицейские. На запад Новой Зеландии обрушились ливни, которые привели к наводнению. В округе Ветсланд объявили режим чрезвычайного положения. Некоторые трассы перекрыли. Уровень реки Уайя поднялся до рекордного уровня и смыл часть автомобильного моста. Очевидцы сняли, как река разрушила конструкцию. Метеослужба сообщила, что такая погода сохранится несколько дней. В канадском городе Келоуна полицейские прибыли по звонку о домашнем насилии. В сообщении говорилось, что подозреваемый может иметь при себе огнестрельное оружие. Поэтому полиция перекрыла дорогу и остановила проезжавший по ней авто на безопасном расстоянии. Но оказалось, что в одной из машин был мужчина в костюме Бэтмена. Он настолько вжился в роль супергероя, что поспешил на помощь стражам порядка. Правда, они такой поступок не оценили. На сегодня это все. Увидимся на Беларусь 4 в это же время, ровно через неделю. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова